Смотрите, это активное действие, конечно, обязательно. Смотрите, это обязательно. Я субъект, окружающий объект, я его активно анализирую. Анализатор находится у меня. Нет источник, который мне что-то сообщает. Оно объект, оно не источник. А по ислушанию это не так. Вот когда мы смотрим на произведение искусства, то у нас есть, каждое произведение искусства, оно находится в двух разных типах контекстов. Один контекст этого произведения искусства, это то, что находится вокруг него. То есть, природа вокруг него, жизнь вокруг него, люди вокруг него, быт вокруг него, окружающая обстановка. И тогда мы воспринимаем, как бы, вот этот контекст, типа, смотри. Мы смотрим на произведение искусства, мы более-менее себе как-то представляем окружающий мир, и мы дальше оцениваем, он там интересно отображает, не интересно отображает, он интересный, там, в контрасте с окружающим миром или в гармонии с ним. Но, как бы то ни было, это контекст, типа, смотри, когда произведение искусства воспринимается внутри окружающего мира. А другой совершенно контекст, у этого же произведения искусства, это произведение в качестве этапа развития искусства. То есть, было искусство в предыдущий период, еще раньше, и вот это развитие искусства привело к этому объекту, к этой картине, или к этой музыке, или к этому перформансу, это неважно, это любое произведение. Потому что оно, на самом деле, тогда это другой тип контекста. И тогда оно разговаривает не с окружающим миром, а разговаривает с прошлым развитием этого вида искусства, или с будущим развитием. Но тогда это контекст, который ты не можешь увидеть, ты можешь его только узнать. Или ты изучал эту историю искусства, и тогда ты видишь, как он разговаривает с предыдущим, что он цитирует, как он меняет это, как он соглашается или критикует прошлое. Но этого контекста невозможно увидеть, его можно только услышать. И в этом смысле у разных видов искусства, у разных стилей искусства, разное соотношение процентное, я бы сказал бы, этих двух видов контекста. Контекста слушай, контекста смотри. Ну, скажем, в искусстве, которое, ну, условно говоря, это, конечно, примитеризации нет, но там реализм, скажем, да. У него контекст смотри, там, 95, допустим, да, контекст слушай, 5%. Он весь нацелен на то, что, ну, не обязательно, конечно, реализм, но, может быть, это, может быть, и любое другое направление, но которое ориентировано на диалог с окружающим. И тогда, ну, может быть, у произведения искусства, например, там, 80% это контекст типа смотри, а 20% контекст типа слушай. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у нас был экскурсовод, который нам добавит эти 20% слушай, если мы сами не знаем истории этого направления искусства и как оно переговаривается с предыдущим. Но, в целом, мы можем воспринимать его и без экскурсовода. А вот, скажем, есть другие виды искусств, например, там, не знаю, там, абстрактная живопись, например, у которой контекст слушай, наоборот, 80% занимает, а контекст смотри только 20%. Он ориентирован в огромной степени, ну, абстрактное искусство, например, которое было, оно ориентировано в огромной степени на историю искусства. Оно что-то говорит, потому что раньше искусство было другим, раньше искусство говорило иначе. И поэтому без понимания этого контекста слушай, ты вообще его не можешь воспринять. Оно тебе кажется какой-то совершенно несущественной вещью, оно тебе ничего не говорит. И здесь нельзя, чтобы тебе экскурсовод рассказал, надо самому в этом избираться как-то. Поэтому, скажем, восприятие некоторых видов искусства просто невозможно без того, что знаешь контекст и послушать. Вот эти два контекста слушай и смотри, они очень разные. Они по-разному устроены. И вот это равновесие этих контекстов, мне кажется, очень существенной вещью. Воспринимать себя и в мире сегодняшнем, и как часть линии развития. И вот это, мне кажется, смотри и слушай, которое у нас здесь всегда есть. Спасибо. Спасибо.